Состоялось очередное заседание городского оперативного штаба по нераспространению коронавирусной инфекции в Азбестовском городском округе. В Азбесте отмечается рост заболеваний коронавирусной инфекции. Об этом доложили на заседании оперативного штаба. В целом зарегистрировано по Свердловской области 5449 случаев. По городу Азбесту на 31 мая зарегистрировано 40 случаев. Прибавка по сравнению с предыдущей неделей плюс 8. И в работе еще дополнительно находятся 4 случая. По соседним муниципальным образованиям Рифтинские 4 идет на этом же уровне по официальной регистрации, но в работе еще один. И Белоярский район 42, в работе еще 11. Бессимптомный форм 55%, ОРВИ и пневмония 48%. При этом пневмония занимает 58%, из них 50% мужчины, 50% женщины. Детей среди зарегистрированных нет. Затем Елена Брагина отметила, что гражданами не соблюдается масочный режим. Не соблюдается масочный режим в общественных местах. Особенно это не выполняется в организациях торговли и в общественном транспорте. Также нарушается режим изоляции граждан, которые являются на сегодняшний день контактными первого и второго порядка, которым выданы постановления на изоляцию и медицинского наблюдения. В настоящее время выполняется подготовка административного дела в отношении гражданки с целью выполнения принудительной изоляции и, соответственно, по решению суда, внесения административной ответственности. Далее Елена Брагина информировала об организации оздоровления детей. Решение об открытии и функционировании организации отдыха и оздоровительных детей принимает областной штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории субъекта Российской Федерации с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в регионе. Открытие оздоровительных организаций в 2020 году осуществлять не ранее третьего этапа возобновления деятельности. С докладом о лечении в горбольнице заболевших COVID-19 выступил главный врач Игорь Брагин. На территории зарегистрировано 40 случаев заражения COVID-19. Под меднаблюдением лечением в инфекционном отделении жителей города 14 человек. На ИВЛ 0 65 плюс 4 человека. Выписано 20 за весь период. Лечится других ЛПУ 6 человек. Пневмонии. Под меднаблюдением лечения в инфекционном отделении с диагнозом пневмония 16 человек. О работе офисов МФЦ доложила начальник многофункционального центра в Азбесте Наталья Максимова. С целью обеспечения безопасного посещения гражданами офисов МФЦ приняты следующие меры. Сотрудники офиса обеспечены масками и антисептиками. На данный момент организация имеет месячный запас дезинфицирующих средств, антисептиков и масок. Дважды в день проводятся замеры температуры тела сотрудников. В помещении соблюдается масочный режим как сотрудниками, так и заявителями. Проветривание помещения и обработка поверхности дезинфицирующими средствами осуществляются после каждого заявителя. В свободном доступе для граждан антисептики для рук. Для соблюдения социальной дистанции нанесена разметка. Наталья Максимова рассказала, что получение услуг возможно только по предварительной записи. Получение услуг возможно только по предварительной записи. И изменен режим работы отделов с 8-часового на 12-часовой рабочий день. Персонал офиса разделен на две группы, которые работают в сменном графике. Одно из приоритетных направлений многофункционального центра в период распространения новой коронавирусной инфекции Это информирование граждан о возможности получения услуг электронно. На данный момент граждане очень активно обращаются в МФЦ с целью получения услуг пенсионного фонда. Это оформление детских пособий. Услуг соцполитики, в основном это тоже пособия. МВД, замена паспортов, выдача справок, водительских удостоверений. Все эти услуги возможно получить не выходя из дома, пользуясь единым порталом государственных услуг. Поэтому каждому заявителю разъясняется важность и удобство получения государственных услуг и предоставляется возможность зарегистрироваться или подтвердить учетную запись. В период с апреля по май 2020 года сотрудниками отдела МФЦ в городе Азбесте оказано более тысячи услуг по подтверждению восстановления учетных записей на портале госуслуг. Тем самым обеспечена возможность данных граждан электронно получать государственные услуги. В целом, хотелось бы отметить, что более 30% от всего объема предоставляемых нами услуг можно получить не выходя из дома, имея подтвержденную учетную запись. О мерах поддержки граждан и организаций для преодоления последствий коронавирусной инфекции доложила начальник отдела по экономике Татьяна Неустроева. Подробности о такой поддержке можно узнать в администрации городского округа в отделе экономики. О проведении оздоровительной кампании для детей и о работе лагеря отдыха «Заря» доложили начальник управления образованием Светлана Валеева и директор лагеря Ирина Арестова. Итоги работы оперативного штаба и о ситуации в городском округе на 1 июня подвела глава города Наталья Тихонова. Могу отметить, что ситуация сохраняется в муниципалитете очень напряженная. По результатам прошлой недели, с учетом того, что прошли выходные, мы видим очень серьезный рост заболеваемости новой коронавирусной инфекции. Если нас еще удивляли цифры порядка недели назад в 30 человек, то на сегодняшний день мы видим, что зафиксировано 40 случаев. Коэффициент распространения инфекции, я напомню, это тот коэффициент, который используется для старта снижения ограничительных мероприятий, он должен составлять менее единицы, по состоянию на сегодняшнюю дату составляет 1,12. Даже еще вчера он был 1,06. То есть мы видим, что при количестве подтвержденных случаев, если они появятся, этот коэффициент еще увеличится. В связи с этим, конечно, все основные мероприятия по соблюдению рекомендаций Федеральной службы Роспотребнадзора, личной гигиены, использования средств защиты и в частности масок приобретают свою актуальность. Понимая, что ситуация сохраняется напряженной, я еще раз обращаюсь ко всем нашим жителям, для того, чтобы мы с вами услышали главную сегодня причину даже распространения. То есть это не случайно мы слышим, да, то есть сам по себе очаг в квартире и в семье. То есть нужно быть очень внимательным при посещении мест, да, я имею в виду тех же самых магазинов, обязательно использовать средства защиты. Нет такого, что полностью снимаются сегодня ограничения, ситуация стабильная. Конечно, паниковать в этом случае не стоит. Есть, как мы слышим, и в городской больнице соответствующие ресурсы. Но поберечь себя, поберечь своих близких, на мой взгляд, это вот одна из самых важных обязанностей сегодня. Поэтому всем здоровья, да, очень надеемся, что все-таки этот рост, он прекратится, но во многом все зависит от нашего поведения, от нашего с вами поведения, уважаемых жителей. Юрий Чиликин, Максим Фетисов, Новости АТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова